Сегодня же в Цивильске открыли новый производственный комплекс по переработке хмеля. На современной линии будут выпускать более качественную продукцию для пивоваренных заводов страны. Подробности в следующем материале. Торжественный момент. Запустить новый комплекс строй доверяют почетным гостям. Необходимость модернизации этого цеха назрела давно. Если раньше здесь перерабатывали 150 тонн хмеля в год, то запуском новой установки мощности завода будут увеличены в два раза. Эта линия позволяет уже на уровне мировых стандартов производить гранулы хмеля. Здесь все автоматизировано. Соблюдаются технологические режимы, температурные режимы. Современный комплекс закупали за рубежом. Его установка и испытания продолжались почти год. Новое оборудование прошло все необходимые испытания. В отличие от гранул хмеля, которые производились на старой линии, эти более прочные на ощупь и не рассыпаются даже подавлением пальцев. Специалисты говорят, что они содержат намного больше полезных веществ. На этой линии за многие процессы отвечает автоматика. Шишки хмеля осушают, перемалывают, прессуют и упаковывают в специальный материал. Спрос на такой продукт огромен. Большинству пивоваренных заводов России такие гранулы приходится закупать за пределами страны. Вырастить хмель, наверное, это одна задача. А на самом деле сделать продукт, это совершенно другая задача. Если вот это предприятие, оно в некотором роде прорывное для российских производителей. Я надеюсь, что сегодня коллеги пивовары, вот они, кстати, в сторонке стоят, уже общаются, посмотрят на все это, оценят вот этот продукт. Они могут посмотреть весь цикл. И я думаю, что объем потребления хмеля будет в стране расти. Объем потребления будет расти, и, как отмечают специалисты, стремительно. В ближайшие годы доля российского хмеля на рынке должна увеличиться в два раза. Многие с болью воспринимали, что с 90-х годов все-таки отрасль находилась в глубочайшем кризисе. Не было спроса на продукцию. А потихоньку за последние годы восстанавливается и спрос качества продукции. Запуск линий сегодня говорит о том, что мы соответствуем всем стандартам производства хмеля и переработке его, которые требуются именно пивоварами, потребителями. Сейчас отмечают представители российского Минсельхоза. Именно Чувашская республика является ведущим производителем зеленого золота в стране. Утраченные плантации хмеля в муниципалитетах намерены постепенно восстановить. В федеральном ведомстве предусмотрели меры поддержки. Есть программа поддержки многолетних насаждений. Туда входит и хмель. Но конкретные программы по хмелеводству, она есть, планы большие. Для того, чтобы хотя бы процентов 80 мы всех пивоваров обеспечили российским хмелем. Чтобы к Чувашии подключились и другие регионы нашей страны. Другим регионам отмечают представители Минсельхоза, рекомендуют и новые сорта хмеля. Выводить их намерены Чувашские аграрии. Об этом зашла речь на рабочей встрече с главой республики Михаилом Игнатьевым. Руководители департаментов ставят задачу обеспечить переработчиков высокопродуктивным посадочным материалом. Здесь сохранилась большая коллекция, одна из самых крупных коллекций не только в России, но и в мире по хмелю, сорта хмеля. И отсюда, на научно-исследовательские институты, дальше пойдет посадочный материал, который необходим. И под планы развития хмелеводства они будут производить посадочный материал. Это тоже очень важно. И они тоже смогут заработать деньги для развития науки. Все идет по плану. В перспективе отмечают представители Минсельхоза Чувашская республика. Станет центральным хмелеводческим регионом страны. Дмитрий Ковалев, Ироссель Мухаммедов, Республика.